Здравствуйте! Сегодня мы начинаем с вами первое обучение по работе в интернете в компании Сибирское Здоровье. И первое, с чего я хочу начать, это... Я сейчас зайду в оперу, и мы с вами посмотрим... Итак, рассмотрим наш сайт. Сайт, официальный сайт корпорации Сибирское Здоровье. Ну, вот здесь вот у меня на экране все мои окошечки. И у меня есть отдельное окошечко, официальный сайт корпорации. Это для удобства использования. Вот, видите, это у нас официальный сайт компании. Здесь у нас вход для партнеров. Но мы его сейчас все равно разглядим поподробнее, потому что вы новички. И вам это все интересно увидеть и узнать. Значит, на официальном сайте мы видим акции месяца за январь. Все это мы можем посмотреть, не входя, не делая вход для партнеров. То есть здесь у нас акции месяца, интернет-магазины компании. Вы представитель бренда Сибирское Здоровье. Это видео у нас. Так, это видео у нас по новому продукту, который выпустила компания буквально вот недавно. Это у нас здесь каталоги и прайс-листы, справочник красоты и здоровья. И общее видео про Сибирь. Кстати, оно очень красивое. Теперь я захожу. Вот у нас вход для партнеров. Вы зарегистрировались. И у вас теперь есть логин и пароль. Логин это номер вашей карты. Вот здесь вот у меня они уже введены. Опять же, это сделано для удобства пользования. И у вас пароль. У вас есть свой пароль. Значит, он вводится... Раскладка переводится... Так, раскладка переводится на английскую. Ну, здесь у меня раскладка русская. Вот. Она переводится на английскую. Цифры вводятся маленькими буквами. Когда вы вводите пароль, буквы вводятся большими буквами. И цифры маленькими. Без всякого пробела. Вот я теперь захожу к себе на страницу. Так. Так, я зашла к себе на страницу. Что мы здесь видим? Здесь у нас бизнес-инструменты, слова-аллеи, программы развития бизнеса, события, вебинары, рейтинги, новости, автопроекции в валюте, жилищная программа, благотворительный проект, продукции. Спрашивайте на здоровье, выход в открытый доступ. Здесь у нас, значит, интернет-магазин, бизнес-центр и бэк-офис. Здесь у нас расположены номера телефонов горячей линии по России. То есть вы можете по этому номеру телефона набрать его и задать те вопросы, которые вас интересуют и по продукту, и по бизнесу. Ну, в общем-то, масса есть таких вопросов, которые можно разрешить по этому номеру телефона. Так, и здесь мы видим международный вот график событий. Январь-февраль. Здесь у нас показан график событий на январь. Вот, 14 января будет проводиться клуб профессионалов в Москве, клуб ведущих консультантов в Москве. 15 января международная бизнес-сессия в Москве. Кстати, вот я еду на эту международную бизнес-сессию. 21 января клуб профессионалов в Красноярске, в Киеве. Клуб ведущих консультантов в Красноярске и в Киеве. 22 января международная бизнес-сессия Красноярск-Киев. 28 января. Ну, вот здесь вы можете это все прочитать. Также можно посмотреть... Так, февраль у нас здесь ничего нет пока. То есть график событий только на январь. Новые горизонты. Вот здесь у нас это мероприятие. Новые горизонты. Регистрация открыта. Здесь у нас сезон международной бизнес-сессии. Здесь начинается твой успех. Зима 2017. Регистрация открыта. Сезон зима. Аллея славы. Зажги ты свою звезду. Новые программы развития бизнеса третьего десятилетия. Здесь вот можно все программы просмотреть. Программы Лидер Вояж 2017. Для профессионалов, лидеров и ведущих лидеров. Но мы сейчас с вами обратим внимание на... Сначала откроем бизнес-инструменты. Будем рассматривать сайт. Что мы здесь можем увидеть? Так, здесь у нас программа Жми Старт. Линейка спортивного питания. Листовки, презентации, брошюры. Проект Единая Европа. Премиальный план, социальные сети, фирменный стиль, анкета-купон, награды, сертификаты, прайс-лист для разных стран. Сибвалио ТВ. Ну вот на данный момент мне хочется обратить вот на этот. Так, Сибвалио ТВ. Любой консультант компании в любой стране может получать самую свежую информацию от компаний на русском и английском языках. Субтитры. Последние новости. Новинки продукции. Лекции руководителя научно-инновационного центра Юрия Гичева по продукции. Видеотека лидерского опыта. Мастер-классы видеоуроки. Выступления экспертов. Ответы специалистов управляющей компанией на самые актуальные вопросы. Так, вот этот вот раздел, он очень важен для обучения. То есть, в каждый вы можете зайти и посмотреть. Вот, допустим, давайте мы с вами откроем мастер-классы и видеоуроки. Так, вот сюда. Вот сюда. Так, здесь у нас масса различных видео. Вот это у нас продукция, это такое общее видео, события, анонсы, путешествия. Спрашивайте на здоровье, у вас все получится. Но я хочу обратить внимание, хочу обратить внимание на продукцию. Вот сейчас я на нее щелкну. Так, вот видите, у нас тут все видео, лекции Юрия Гичева, фильмы о продукции, мастер-классе, мнение эксперта. Ну, давайте, фильмы о продукции. Так, язык видео. Мы сюда вводим русский. Так, страны, для которых актуальна. Так, вот она у нас Россия. Субтитры. Ну-ка посмотрим. Так, ну, нам субтитры не нужны. Вот так. То есть мы перевели все на русский язык. Что нужно делать с этими видео? Эти видео вы можете отослать для показа своим потенциальным клиентам. Когда вы работаете в группе, вот, например, у меня в Одноклассниках есть группы по здоровью, куда я вошла в эти группы. И там я пишу свои комментарии. Причем комментарии я пишу, об этом я тоже вот расскажу, только подробно, уже отдельно. Когда пишешь комментарии, ты рассказываешь о продукте, но не называя этот продукт, не называя название продукта и компанию, которую его производят. И люди, когда они читают эти комментарии, они начинают спрашивать, что это за продукт, где его купить. И вот вы можете с человеком потом, скажем, договориться, пообщаться в личке. Я обычно так и пишу, давайте пообщаемся в личке. Вот. И человек соглашается. То есть мы добавляемся в друзья друг к другу. и уже пишем, я отправляю либо свое видео с YouTube канала, либо отправляю видео вот из этих, из этой вот коллекции. либо по продукту, либо вот лекции Юрия Гечева. То есть если мне нужно, чтобы человек услышал не только мою информацию, а еще и информацию от компании, чтобы это было солиднее, чтобы это было более, ну как, как сказать, более профессионально. Да, более профессионально, более профессионально. Вот. Поэтому я добавляю еще вот видео с сайта. Вот раньше здесь все было по-другому. Сайт, компания, сайт, она, скажем так, совершенствует. Вот. Поэтому для меня тут тоже, скажем таки, небольшие сюрпризы есть. Вот давайте вот Юрия Гечева откроем. Вот видите, здесь, если раньше вот приходилось искать лекции Гечева среди всех видео, то теперь лекции Гечева, они уже идут отдельно. То есть если вы хотите дать человеку послушать о каком-то продукте от профессионала, не только свои личные впечатления об этом продукте, а еще и от профессионала, от человека, который руководит научно-инновационным центром. Создает продукты. Да, и он и создает, потому что он и ученый еще. Вот. Поэтому вот мы даем почитать и посмотреть Юрия Гечева видео. Есть еще одна возможность. Это непосредственно через канал на YouTube. Вот если мы зайдем на YouTube, у Татьяны есть подписка на YouTube канал Сибирского здоровья. Вот она. Если мы нажмем на нее, то в принципе можно обращаться как через Сибварио ТВ, либо через канал на YouTube Сибирское здоровье. Так и называется Сибирское здоровье Сибириан Хэлс. Также можно здесь подписаться, и у вас будет отображаться это все в подписках на YouTube канале, если вы зарегистрировались на нем. То есть все довольно просто. Вот так вот. Продолжай. Так, теперь мы, значит, отсюда выходим. Это что касается обучений, то есть дополнительных обучений. Если вы обучаетесь только дома, если у вас, вам недоступны центры обслуживания, то есть все это вы можете, всю эту информацию о продукте получить, не выходя из дома с сайта компании. Так, теперь здесь у нас еще есть, хочу обратить внимание на презентации. Вот у нас есть презентации по бизнесу, по продукции, по вебинарам, по экспресс-обучению. То есть вот эти вот все обучения вам нужно будет просмотреть. Вот давайте мы посмотрим по продукции для начала. То есть просматривая все, опять же, видите, у нас здесь делится презентации по продукции, здоровье, красота, дом. Здесь у нас здоровье. Если мы откроем, никакую нам открыть. Ну, давайте вот Вита Маму откроем презентацию. Так, завершена. А, это презентации. Скачался презентационный каталог. Ага, понятно. То есть его можно просмотреть через Powerpoint. Это Microsoft Office программа. Ну, вот она, эта презентация. То есть мы можем дать эту презентацию людям посмотреть. И также самим подробнее познакомиться с этими продуктами. Ну, также эту презентацию можно переделать в PDF. Есть определенная программа, которая этим занимается. Я активно пользуюсь. То есть, если вы хотите человеку дать именно в PDF, переконвертировать в другой формат, вот и все. То есть эти вот вопросы все будете Дмитрию задавать. Он у меня этим активно занимается. Так, ну, это мы сейчас закроем. Во всяком случае, вы уже будете знать, где посмотреть презентации. То есть более подробную информацию о продукции. Так, вот теперь заглянем по вебинарам. Вот теперь смотрите, презентации по вебинарам. Здесь у нас отличное зрение, детское здоровье, как бороться с аллергией. То есть здесь вот масса различной информации. Опять же, вы это можете, во-первых, сами должны прочитать это все, просмотреть. И также можете давать своим людям, вот допустим, вот отличное зрение. То есть здесь у нас рассказывается о зрении, от чего это зрение зависит, наше зрение. Какие продукты мы применяем, как они работают с нашим зрением. То есть вот такие вот замечательные бизнес-инструменты. Она здесь совсем коротенькая. Ну, специально для легкого прочтения. Так, по экспресс-обучению. Презентации по экспресс-обучению. Здесь у нас, опять же, вы должны это все посмотреть. Инструменты для роста команды. Вы знаете, бизнес честно, просто, точно. Семь навыков. Стартовый семинар. Инструменты для роста команды. И информационные технологии. Клиентский сервис. Подожди, вот как раз информационные технологии на твоем канале. Есть определенное видео, где там объясняется по поводу работы в интернете. Бизнесовый человек. Это золотой национальный лидер какой-то там. Я не помню, как его зовут. И он объясняет непосредственно по информационным технологиям. Очень интересно послушать. Выбери сам, сколько ты хочешь зарабатывать. Инструменты. Так. Для роста команды. Информационные технологии. Клиентский сервис. Открой свой магазин. Хиты продаж сибирского здоровья. Индивидуальные программы. Здоровье. Чек. Знакомьтесь. Косметика сибирского здоровья. Вот. Экспресс обучение. Бизнес онлайн. Возможности для вашего бизнеса. Не выходя из дома. Регистрироваться и расширять свою структуру. Покупать онлайн с доставкой. В разные страны мира. Обучаться. Быть в курсе всех важных событий, новостей компании. Единая точка входа. Официальный сайт компании. Вот что мы сейчас с вами разглядываем. Самостоятельная онлайн регистрация. Сделаю висик. Здесь у нас реферальные ссылки. Ссылки. Важный бизнес. Инструмент для дистанционной работы. Вот. И, кстати, сейчас реферальные ссылки мы тоже рассмотрим. Покупать из дома. Это о работе интернет. Интернет-магазин. Основа дистанционных продаж. На что, в принципе, мы и ориентируемся. Обучаться дома. Экспресс обучение. Бизнес онлайн. Возможности для вашего бизнеса. Полезные бизнес-инструменты. Можно найти на закрытом сайте. Вебинары основы дистанционного обучения. Кстати, про вебинары мы тоже сейчас посмотрим. Сибвалио ТВ. Ваше новое телевидение. То есть мы им тоже активно пользуемся. Об этом тоже мы будем обязательно говорить. Подпишитесь на новости. Подписаться на рассылку от компании. Все события как на ладони. Ну, это вот мы уже с вами рассматривали эту страничку. Что у нас на ней находится. Быть мобильным. Мобильные. Ты просто переселкнул. Ну-ка, щелкнусь. Социальные сети. Оставаться в курсе даже, когда вы закрыли сайт. То есть вот мы в Одноклассниках, ВКонтакте. Кстати, как работать в Одноклассниках, как работать в ВКонтактах, это тоже я обязательно расскажу. Но сейчас и как работать в Ютубе тоже обязательно расскажу. То есть вот мы по идее есть во всех соцсетях. И ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и в Твиттере, Инстаграме. Это у нас... Валил Спейс. Это тоже там есть. Тоже есть. Вот сейчас мне Дима сообщает, что я, оказывается, там тоже есть. Но мы еще там... Он есть, он там все размещает, но мы там... Нет, это непосредственно социальная сеть для самокомпании. Это соцсеть для компаний. Эта компания создала эту соцсеть. И там непосредственно те люди, которые работают в компании. Это привилегированные клиенты, это консультанты. Понятно. Так. Так. Быть мобильным, экспресс-обучение, онлайн-возможности. Так. Мобильные приложения для ваших устройств. Так. Здесь у нас... Ну, старт-смарт, изящное начало. Да. Это... Программа для... Ну, как это? Программа для... Для новичков, да. Чтобы быстро-быстро начать свой старт. Так. Телеграм. Осваиваем новые технологии. Телеграмма, это я не знаю, как с этим работать, еще не дошло до этого. Получать обратную связь. Экспресс... Так. Ну, то есть, получать обратную связь, это мы работаем с... То есть, мы можем... Это непосредственно колл-центр самой компании. Он непосредственно с вами связывается, если вдруг какие-либо проблемы возникают. Да. Именно так. Ну, мы частенько пользуемся этой связью обратной, потому что возникает много разных... Так же можно и позвонить. 8800, бесплатный код. 800. Да. И скажут то, что вы хотите услышать. Ну, вот у нас в прошлом году подписалась Украина. Человек подписался, скажем, ближайший бизнес-центр у него в 200 километров от Одессы. И, вы знаете, вот в прошлом году у нас вплоть до того, что приходилось вводить место их деревню. Ну, там не деревня, а населенный пункт. Его не было у них в базе. Вот. Ну, в общем, пришлось повозиться, чтобы все это наладить, чтобы им приходили посылки. Чтобы компания прописала в системе адрес там, где они находятся. Вот. Да, там, где они находятся. И заказы они делали не через интернет-магазин, а через бизнес-центр. То есть, если раньше, еще буквально года полтора назад, ну, даже, нет, наверное, да, где-то года полтора назад в бизнес-центре могли делать заказы только консультанты, причем пятого уровня, то сейчас в бизнес-центре можно также делать всем и привилегированным клиентам, и консультантам, то есть, всем желающим, тем, кто зарегистрирован на сайте, кто имеет свой номер, логин, пароль. Вот. Можно зайти в бизнес-центр и сделать там заказ. Это, я бы даже сказала, что это для тех случаев, когда нет интернет-магазина. То есть, интернет-магазин недоступен. Вот. Вот. Бизнес-центр, он тоже обеспечивает заказами по почте. Так. И вот здесь остались вопросы, задайте их эксперту. То есть, это, опять же, мы активно пользуемся вот этой страничкой. Задать вопрос специалисту компании. Ну, это тоже. Вы задаете вопрос специалисту компании через колл-центр. Колл-центр всю информацию собирает, обрабатывает и выдает вам. Как это будет выглядеть? В электронном виде, по телефону? Ну, либо еще как-то. Ну, я думаю, что в электронном виде. В основном, это в электронном виде. Так. Так. Значит. Все это вы рассмотрите. Листовки. Я уже сюда заходить не буду. Презентации по бизнесу. То есть, то, что, в принципе, как только вы зарегистрировались, и вам нужно рассмотреть здесь все. Я все открывать не буду, потому что это займет просто массу времени. Сайт страшно большой. Да. Сайт большой, он очень богатый. Поэтому вы уже сами откроете все вот эти вот разделы и посмотрите подробно, что здесь есть, о чем здесь пишут. Вот. А мы сейчас перейдем. Дальше перейдем. В BackOffice. Мы перейдем в BackOffice. Там, где вы можете просмотреть всю свою аналитику по вашей деятельности. Вот теперь смотрите. Начинаем отсюда. Это у вас редактирование профиля. Это мой. Это моя страничка. И вот обращаю ваше внимание на центр обслуживания. Центр обслуживания. Его можно поменять. Я обслуживаюсь в Москве. Центр обслуживания. Он находится... Вот эта буква с цифрами. Это номер ЦОКа. Это метро Курская. И здесь его можно изменить. Вот смотрите. Допустим, такая ситуация. Вам не понравился центр обслуживания. Либо вы переехали на другое место жительства. Либо вы поехали отдыхать. И вы планируете поработать, либо просто брать продукцию. Вы заходите на карту. Кстати, карту я вам сейчас тоже покажу. То есть вы туда забиваете адрес. И вам выдают на карте местоположение этого офиса центра обслуживания. И номер этого центра обслуживания. И вы его вот здесь вот видите здесь изменить. Сюда щелкаете. И вводите тот центр обслуживания номер, куда вы поедете. Которым вы будете пользоваться. И воспользоваться вы им сможете только на следующий день. Ну вот например нажми изменить. И вот вы сюда вводите то, что вам надо. Какой там ЦОК. Да, ЦОК. Ну и центр обслуживания консультантов. ЦОК это центр обслуживания консультантов. Так как нас все устраивает, мы в принципе изменить ничего не будем. Мы просто нажимаем слово отмен. Да. Ну вот опять же здесь все было по-другому совсем недавно. Вот теперь вот они... Тут вот если мы нажмем, то стирается. И вы вот прописываете свой ЦОК, который вам непосредственно нужен. Так как у нас все в порядке, мы просто нажимаем отмен. Да. И выходим отсюда. Это очень важно. Вот особенно для консультантов, привилегированных клиентов, которые зарегистрировались через сайт онлайн. И вас вдруг не устраивает тот ЦОК, в который вас поместили, в который вас прописали. Вы нашли себе что-то поближе. Либо в каком-то другом городе. Поэтому здесь вот можно его легко поменять. Вы его можете, как говорится, вот... Ну, поехали куда-то, поменяли. Приехали, обратно поменяли. То есть центр обслуживания его можно легко поменять. Вот. И еще один момент. Все свои деньги, своими скидками вы можете воспользоваться только в центре обслуживания, в котором вы прописаны. Поэтому я вам и говорю, что вы приедете в другой, скажем, город, либо придете в другой ЦОК, в этом же городе, только в другой ЦОК. И вам скажут, извините, мы не можем воспользоваться вашими деньгами, так как вы прописаны вот в таком-то ЦОКе. Опять же, вам хорошо было бы иметь номер телефона того ЦОКа, где вы прописаны. Вы можете туда позвонить и сказать, переведите меня, пожалуйста, вот в ЦОК, и называете номер ЦОКа. И они вас переводят. То есть этот перевод осуществляется сразу. То есть сразу, буквально там через считанные минуты вы можете воспользоваться уже деньгами в том ЦОКе, в который вы приехали, в который вы пришли. Так, что теперь еще важно здесь? Еще вот отметить ЦОК для доставки наград. То есть тебе надо пояснить, центр обслуживания, где вы будете... Да, доставка наград. Это когда вы побеждаете в программе, в какой-то программе, либо в нескольких программах сразу. То есть именно в этот ЦОК, в какой ЦОК вы хотели бы, чтобы вам эти награды доставили. То есть вы либо сразу, он у вас уже прописан, либо вы его сами прописываете. Но это, как правило, бывает, это один и тот же. То есть вот я зарегистрирована, не зарегистрирована, а прописана на Курской в ЦОКе, у Моторинах. И там же я и получаю все свои награды. Ну, по идее, можно, как говорится, обслуживаться в одном, а вот награды получать, получить в другом ЦОКе. То есть и такое возможно. Теперь мне хотелось бы обратить внимание... Так... Финансы. Самое лакомое. Здесь вы можете посмотреть все свои деньги. Вот. Хотя они, в принципе, у вас показаны будут... Здесь, видите, бюджет здоровья, бонус 25, личный объем, общий объем. Здесь все это будет высвечиваться. Вот. Значит, бюджет здоровья... Бюджет здоровья. Что это такое вообще? Вот на этот счет, на бюджет здоровья, отчет по движениям, остаток на бюджете здоровья. Сюда приходят все премии, все вознаграждения, которые начисляет вам компания по итогам месяца за работу всей вашей структуры. То есть, все деньги приходят сюда. Как только вы достигаете... Так... И с этого бюджета здоровья, кстати, перевод средств бюджета здоровья на электронный счет. Вот. Здесь вот можно это перевести на электронный счет. И с электронного счета уже можно будет расплатиться за продукцию в бизнес-центре. Вот. Так... Сделать заявку на указанную. Здесь вот указываются суммы и вот перевести. Вот. Так, что у нас теперь? Бонус 25. Ну, на бонусе 25 сейчас у меня нету никаких средств, потому что еще никаких покупок я не совершала в этом месяце. Вот. И опять же, с бонуса 25 можно перевести деньги на электронный счет, с которого можно будет расплатиться в том же бизнес-центре. Да. В том же бизнес-центре. И в интернет-магазине, кстати сказать. Так. Так. Электронный счет. На электронном счете у меня тоже ничего нету. И так как я ничего не переводила на него, что с ним можно делать? Перевод средств на другой контракт. То есть вы можете... У вас есть люди, и вы можете перевести в первой своей линии. Это люди, которые зарегистрированы непосредственно под вами. Вы можете перевести им деньги. Так. Перевод средств будущего чека на счет в интернет-магазине. Вот видите, тут можно БЦ. Перевод средств с будущего чека на счет в интернет-магазине. То есть можно расплатиться и в интернет-магазине. Здесь вы все это рассмотрите. Вот. Взять в кредит. Что значит взять в кредит? Здесь можно... Когда вы имеете статус К5, вы можете оформить заказ в кредит в интернет-магазине. Вот. Но это беспроцентный кредит. Так что им можно пользоваться смело. Но сначала нужно дорасти до К5. Так. Что у нас еще? Здесь, так как компания, это компания абсолютно честная, здесь все прозрачно, и вы можете посмотреть свой чек за период. Сколько вам компания за кого и чего начислила. Так. Ну, здесь у меня выставлен декабрь. И вот выполнить. Это, кстати, очень важно, потому что вы на заводе получаете расчетный листочек и смотрите, сколько вам предприятие начислила, за что, какая премия. И вот, в принципе, здесь то же самое. Здесь тоже здесь и баллы, и розничный оборот, и оптовый оборот, сколько всего начислено. Премия за товар, сбыт, структура. То есть, все, все здесь. И сколько вы получаете за кого и какие проценты. Ну, так же это все можно распечатать. Да, это все можно распечатать, все это можно рассмотреть. То есть, здесь, в этом плане, здесь все прозрачно. Так. Отчет по так, бюджету здоровья личных привилегированных клиентов и консультантов первой линии. Вот это тоже очень важно. Очень важно. Потому что вы можете посмотреть, сколько денег у ваших консультантов и клиентов на данный момент, чтобы сказать человеку, что ты знаешь, у тебя вот такая-то сумма есть. Особенно те люди, которые к нам приходят как консультанты, но они не работают, а просто экономят свои средства. Ведь такое тоже возможно. Вот человек пришел, он сделал большой заказ, он оформился как консультант, он захотел иметь скидку 25%. И 4 месяца прошло, его перевели в привилегированные клиенты, но деньги, которые у него образовались, вот эти 25%, они никуда не делись, они остались при нем. Вот у меня есть тут человек, так, 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 сейчас, вот, вот у меня есть человечек, вот, вот которому я буду звонить и буду говорить, что вот ты теперь в привилегированных, вы теперь в привилегированных клиентах, но мы с ней общаемся на ты, и, но у тебя на счете вот такая-то сумма, и ты можешь сделать заказ, вот, и она будет просто на эти деньги взять какие-то понравившиеся ей продукты. К тому же можно обратно вернуться в консультанты, то есть добавить еще заказ на 2280 рублей и перевестись обратно в консультанты, вот, то есть на 1217 она просто берет какой-то товар, и если она захочет, если это нужно ей, то она может добавить заказ на 2000 и вот 2080 280 рублей, чтобы было 3500 100 баллов, и она может легко вернуться, перевестись обратно в консультанты и получить свою скидку 25% на следующий день, как мы закроем 100 баллов. Вот такие вот, то есть это все очень здорово, когда это людей, скажем так, их мотивирует, у них же есть деньги, они могут просто взять какой-то продукт, просто взять продукт, не платя ничего, и это я считаю это просто здорово. Так, мои сертификаты, это здесь у нас здесь у нас документы, документы, номер сертификата, так, и это можно, так, это мы можем эти сертификаты неиспользованных, неиспользованных, у меня здесь оказывается два сертификата неиспользованных, так, вот это я обязательно посмотрю, потому что сертификаты, что такое сертификаты, когда вы значит, участвуете в программе личный бизнес дебют, когда вы участвуете в программе Клуб 500, вам выдаются сертификаты на определенные суммы, вот, и это вот есть вот эти те самые сертификаты, но это я уже посмотрю потом, когда я с вами попрощаюсь, я обязательно посмотрю, что у меня здесь за неиспользованные сертификаты, мне казалось, что я их все использовала, так, так, теперь мы с вами зайдем вот в сервисы, так, нет, наверное, сначала мы с вами зайдем в отчеты информационные, вот смотрите, это тоже очень важный такой раздел, вот, информационный отчет, смотрим, в этом отчете вы видите всю свою структуру, и там, где у вас вот такие вот стрелочки, у этих людей есть свои группы, свои группы, и эти группы, они делают товарооборот, ваш товарооборот, то здесь вот сейчас все по нулям, потому что месяц только начался, и еще никто ничего не покупал, еще никто ничего не покупал, и здесь у вас вот в примечаниях здесь мы видим, у кого без нормы личного объема, сколько, какой месяц без закупок, у кого призовые программы действуют, то есть это новички наши, вот, то есть здесь можно легко контролировать людей, которые, у кого какой месяц без личного объема, и какой у кого месяц без закупок, вот я сейчас открою человека своего, вот, и вот смотрю его структуру, то есть я могу просмотреть структуру своего консультанта, то есть посмотреть, если, скажем, консультант, ну, не сильно ответственный, не обращает, скажем, внимания на свою структуру, и где-то может, как говорится, что-то пропустить, то есть я могу все это контролировать, то есть всю свою структуру, у кого чего, и позвонить своему консультанту, и сказать, обрати, пожалуйста, внимание, что у тебя вот такой-то человек, скажем, у него уже там заканчивается срок действия, карточки, а срок действия карточки консультанта заканчивается на 12-й месяц, то есть она действует 12 месяцев, вот, сначала, так, 4 месяца он находится в консультантах, и остальные месяца до 12-ти он находится в привилегированных клиентах, то есть здесь все-все легко можно контролировать, так, теперь следующий этап, следующий этап, так, вот, отчеты по фактурам, вот это тоже очень важный момент, я не буду вам все открывать, вы сами потом посмотрите, что о чем, я вам открываю те разделы, которые вам будут нужны и просто необходимы практически ежедневно, вот, отчеты по фактурам, здесь вы можете посмотреть, была совершена проводка или не была совершена проводка и какого числа, вот, допустим, у нас сейчас вот январь месяц, а мы, вот смотрите, дата от, ну, допустим, вот, скажем, третье число, потому что я обычно делаю заказы, вот, декабрь месяц и год у нас был шестнадцатый и вот я отображаю, вот, сколько я делала заказов в декабре месяце, то есть в каких номера заказов, в каком цоке я эти заказы делала, какого числа, дата регистрации, кто купил, то есть это все я покупала, для кого, то есть вы можете еще, когда у вас уже есть структура и вы можете для своего консультанта расплатиться со своего счета своими деньгами, но только за консультанта, который оформлен в этом же центре обслуживания и который находится в первой линии, то есть непосредственно под вами. Так, здесь у меня вот суммы моих заказов, баллы, на сколько баллов, розничный оборот и оптовый оборот, вот, и бонусы 25, что я здесь, какие бонусы я здесь использовала, вот, например, счет номер, давай вот, давай вот на этот, ну вот, вот смотрите, у меня здесь сок, умоторенный, кто купил бравкович, для кого, я здесь вот брала пик порошок, это порошок топинабура, количество 4 штуки, баллов 7, цена 190, на общую сумму 760 рублей. Так, здесь же у меня, вот, смотрите, 760 рублей, это сумма моего заказа, у меня было на карточке 639 рублей, я их использовала, и я заплатила всего 121 рубль, а вот 25% мне пришло с этого заказа, вот с этой суммы 760 рублей, четвертая часть пришла ко мне на карточку, но опять же, его для себя можно дополнительно распечатать, вот здесь есть, да, вот, да, здесь есть печать, опять же, если вдруг вы в цоке забыли, вот эти мы нажмем, вот такая вот, менюшка выскочит, где вы можете распечатать, без проблем, вернемся обратно, если вдруг вы забыли для своего консультанта или клиента, ну, мало ли, товарный чек, то есть вот фактуру, такую фактуру, ну, затерялось, потеряли, там, да, мало ли, что может случиться, какой несчастный случай с фактурой, вы берете у своего клиента логин и пароль, заходите, распечатываете, особенно, если это новичок, который ничего еще пока не знает, вы заходите в отчеты по фактурам, распечатываете, либо смотрите и говорите, да, у тебя действительно вот фактура прошла, все в порядке, хочешь, я тебе ее распечатаю, вот таким вот образом, так, это очень важно, чтобы отслеживать свои свои фактуры, так, вышло, так, обратно возвращаюсь, так, теперь мы с вами перейдем к сервисам, здесь у нас поиск, паспорта, качество, показ у то консультанта, реферальные ссылки, значит, очень важная вещь, это реферальные ссылки, заходим в создание реферальных ссылок, выбираем страну, Россия, вот смотрите, какие у нас есть ссылки, как только человек вам в соцсети, или же вы с ним общаетесь по электронной почте, вам человек говорит, я хочу зарегистрироваться, либо я хочу купить такой-то продукт, вот, допустим, я хочу зарегистрироваться в консультанты, у вас будет форма онлайн регистрации консультант, вот сюда щелкаем, и вот это ваша ссылка, вы ее копируете, копируете, и вставляете ее либо в сообщение, где вы общаетесь, либо вы ее вставляете в сообщение на электронной почте. Грузите. Ну, вот такая вот штука, ссылка сама не выскакивает, чтобы она выскочила, чтобы вы ее могли просмотреть, надо выйти из вашего интернет-магазина, чтобы ссылка была ссылкой. Мы вообще выходим и еще раз полноценно заходим. Вот, вот теперь вы можете видеть. Вот это вот онлайн регистрация. Это это консультант. это консультант. Есть еще онлайн регистрация ПК-шки. привилегированного клиента. Это вот это более короткое в разы. Теперь мы выходим отсюда. Теперь, вот человек хочет познакомиться с сайтом компании. Опять же, есть ссылка на главной странице сайта. В зависимости от того, что у вас человек просит, то такую ссылку вы можете ему дать. Вот, раздел бизнес, открытый сайт, форма онлайн регистрации привилегированный клиент, новогодний онлайн елка сибирского здоровья, интернет магазин, то есть вы человеку даете со своей страницы, со своего, чтобы человек сделал заказ под вас, под вами сделал заказ, чтобы он зарегистрировался под вами в интернет магазине, вы должны дать ссылку на интернет магазин именно с вашей страницы. Вот смотрите. Чтобы ее проверить, да, ссылка интернет магазин. И теперь мы ее сейчас откроем. Вот, открываем и мы можем даже эту ссылку проверить. А что проверять, если мы же вышли? А, нет, не совсем вышли. Вот здесь вот, в конце будет ваш ID адрес. ID адрес это непосредственно тот номер, который вы получили. В данный момент это 4487294. Это номер соглашения, правильно? это номер соглашения. Это номер соглашения. Если вот такого не будет, значит вы не совсем вы не вошли под своим логином и паролем. А так по идее вот сюда вот войти. Да, это непосредственно в интернет магазин мы заходим. Да, это я захожу в свой интернет магазин. что мы из него вышли. Вот, 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 вот. Так, вот теперь смотрите, вот она реферальная ссылка. вот, и эту ссылку, то есть вот человек, допустим, вы общаетесь с человеком в соцсети, в группе, скажем, в какой-то группе по здоровью, вы, значит, рассказываете о каком-то продукте, но вы не говорите, что это за продукт, потому что там просто, особенно в одноклассниках, там просто нельзя говорить о том, что это за продукт, какой фирме, иначе вас из группы просто выкинут. Вот, то есть об этом тоже мы поговорим отдельно. Вот, и, но человек спрашивает, а что это за продукт? Ну, допустим, мы заходим в красоту. Так, мы заходим в красоту. Ну, назначение уход за лицом. Сейчас у нас здесь высветятся продукты уход за лицом. И нам нужно рассказать человеку, ну, допустим, он вас спрашивает, вот мы рассказали ему про скраб Сибирская Роза. Вот, и мы хотим, чтобы человек посмотрел и сделал заказ именно вот этого скраба. Вот сюда нажимаем. Мы можем нажать просто, чтобы просмотреть, это вот быстрый просмотр, чуть выше, щелкни, щелкни. Это просто быстрый просмотр. То есть, ага, меня все удовлетворяет, все, мне это нравится. Мы можем нажать добавить в корзину либо кресик. Ну, чтобы человеку высветилось именно это, и мы хотим отправить, мы хотим отправить ссылку именно на этот продукт, чтобы у него высветился именно этот продукт, вот вот делаем вот так вот не не обязательно вот реферальная реферальная ссылка нажимаете вот вот сюда на эту ссылку мы нажимаем вот вот она мы ее копируем вот и отправляем и ее вставляем эту ссылку в то сообщение которое мы пишем либо это в социальных сетях либо это в скайпе либо это в электронной почте и человек получает именно именно вот эту вот картинку то есть здесь у нас описание здесь у нас состав применения отзывы вот то есть вы можете и отзыв то есть здесь у нас все указано количество рублей это он может человек сразу может сделать заказ в интернет магазине вот этого продукта то есть и это покупка она пойдет под вас под вас то есть вы от этой покупки получите на свою карточку 25% то есть человек совершает в интернет если он не хочет допустим регистрироваться вот а просто хочет купить то он покупает это с вашего интернет магазина и он покупает он с продуктом а вам благополучно приходит скейтка 25% от покупки этого продукта вот есть еще одна маленькая особенность то есть если человеку все понравилось он нажимает добавить в корзину значит товар успешно добавлен оказывается здесь два товара заходим в саму корзину и у нас здесь два товара и здесь есть такой крестик он вот здесь вот есть а вот здесь его нет он опять появился и человек хочет удалить либо вы хотите этот товар удалить мы его удаляем и не паре все вот один товар остался мы еще раз удаляем вообще ничего не осталось все у нас в корзине чисто потому что вдруг человек либо вы захотите совсем другое не понравилось вам это там нашли что то более лучше для себя или тот человек нашим более лучше для себя то есть он без проблем может удалить вот так вот очень здорово можно людям отсылать вот такие вот ссылки на конкретные продукты вот что еще хочу сказать так значит с реферальными ссылками мы разобрались то есть вот с помощью этих ссылок можно людям своим знакомым вот вот сейчас сейчас вот мне задали вопрос что мне делать вот сейчас во первых изучить продукт это первым делом изучить продукт но попутно вот прям сейчас вы уже можете отсылать своим в тех же я знаю что вы есть в одноклассниках и вы своим друзьям в одноклассниках вы уже можете отослать со своего со своей страницы ссылку на интернет-магазин опять же вы можете отослать не только ссылку на интернет-магазин так где у нас здесь продукция продукция это надо да 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 сюда нажми продукция так ну вот смотрите вот я захожу в продукцию и захожу онлайн-каталог так ну здесь вот не совсем понятно почему вот смотри акции нет 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 акции месяца даже можно зайти да лучше всего мы заходим в акции месяца вот смотрите что мы здесь видим мы здесь видим каталог мы видим скидки новинки скидки подарки и подарочные наборы и еще мы здесь видим массу различных различных акций это у нас компания их делает каждый месяц независимо от тех акций которые у нас есть в каталоге это идут как дополнительные акции то есть это все нужно обязательно рассмотреть ну да ладно это мы не будем все рассматривать будем экономить время потому что нам еще нужно поговорить значит что мы здесь делаем вот эту вот ссылочку мы ее вот так вот копируем так копируем сейчас мы ее копируем вот скопировали и эту ссылку вы отправляете своим друзьям в соцсети опять же что хочу сказать по поводу сообщений когда вы будете отправлять сообщения очень аккуратно в день можно отправить ну штук пять шесть потом через какое-то время можно будет отправить еще чтобы вас одноклассники контакты одноклассники они вообще сразу выкидывают вот мы уже через это проходили удаляют да они просто удаляют если контакты они замораживают на какое-то время они могут на чуть-чуть заморозить подольше заморозить намного заморозить а вот одноклассники просто выкидывают Нет, там ещё такая штука, как, допустим, одноклассники выкидывают вообще, если просто спамят. Если просто спамят. Но это и называется, по идее, спам. Нет, а если, допустим, к друзьям, то более-менее лояльно. Вот, более, да, к друзьям более-менее лояльно, но опять же, если вы много туда, в общем, посылаете много сообщений, они уже начинают на это реагировать, поэтому с этими вещами поаккуратнее. Ну, если вы шлёте какие-то приглашения, шлёте, опять же, ссылку на каталог, ссылка на интернет-магазин, то здесь штучек 5, потом ещё 5. То есть, ну, постепенно, очень и очень постепенно, и ещё лучше всего иметь несколько браузеров. Вот у меня, например, вот Opera, Mozilla, это Chrome, Google Chrome, Яндекс.Браузер. Вот, и Яндекс.Браузер. То есть, я работаю в нескольких браузерах. То есть, я поработала в одном, потом у меня там этот оставляю отдыхать, работаю в другом, потом перехожу в третий, вот, потом перехожу в четвёртый. Вот, то есть, вот таким вот образом я работаю, чтобы браузеры отдыхали, чтобы не было, ну, скажем так, чтобы меня... Чтобы не удалили. Да, чтобы меня не удалили, потому что один раз мы уже через это прошли, удалили всё. Ну, я думаю, что это было не один раз, что-то мне так кажется. Почему не один? У нас с тобой один раз такое было. Причём конкретно, вместе с группой. Нас с тобой удалили вместе с группой. А, нет, а, группа, нет, группа несколько раз, а вот сам аккаунт, кажется, один, а вот группу несколько раз приговаривали. И группа у нас, да, тут тоже нужно в этом плане, то есть, про группу мы тоже поговорим отдельно, как её, что туда размещать. Так, значит, вот сейчас, на данный момент, чтобы получать сразу доход, нужно своим друзьям отправить постепенно вот эту вот ссылочку, только со своей страницы, и ссылку на интернет-магазин, опять же, со своей страницы. Что хочу сказать? Как оформить, как обратиться к своим друзьям, как обратиться к своим близким? Несмотря на то, что они друзья и близкие, родственники, вы с ними общаетесь. Нельзя им говорить в лоб. Вот тебе ссылка, иди и покупай. Ни в коем случае. Это живые люди, и с ними так поступать нельзя. То есть, вы должны это преподнести вот таким образом. Скажем, вы знаете, вот я познакомилась вот с такой-то компанией. Я познакомилась с компанией «Сибирское здоровье». Это наши компании. У них очень качественная продукция. Она, у них собственное производство. То есть, продукция основана на экстрактах трав, соках ягод, эфирные масла. У них очень богатые составы. То есть, это абсолютно натуральные продукции с малыми сроками хранения. То есть, рассказать человеку о всех преимуществах нашей компании. И сказать, вот знаешь, я вот посмотрела каталог, мне все там понравилось. Вот мне приглянулись такие-то продукты. Вот я себе выбрала. Почему они вам приглянулись? Опять же, это нужно рассказать. У него вот такой-то, скажем, зубная паста. У ней такой-то вот состав замечательный. Она вот так вот хорошо действует. Знаешь, вот я хочу себе купить. Я вот зарегистрировалась. И пойду за заказом завтра. Вот может быть тебе тоже нужно взять такую пасту. Вот такого вот плана должно быть сообщение. То есть, вы должны человеку рассказать все плюсы, почему, и обосновать, почему вы это покупаете. Почему он это должен купить. Почему он не должен пойти в магазин купить зубную пасту, а сделать заказ вам. То есть, рассказать об этой зубной пасте, насколько она хороша. И чем же, в чем же в ней такие преимущества. Кстати, на зубную пасту в этом месяце очень хорошие акции. Вообще, вышел шикарнейший каталог. Вот, кстати, вот здесь вот можно даже... И человеку здесь вот можно это все посмотреть. Я еще сделаю дополнительно обзор каталога. Постараюсь это сделать сегодня. Вот. И вы, значит, отсылаете своему другу в соцсети вот эту вот ссылочку. Познакомься, пожалуйста, с акциями. Это акции от корпорации «Сибирское здоровье» и каталог. Каталог с новинками. Вот. И если человек будет заказывать через... Он дает заказ вам. Вам лучше знать, насколько он к вам близок по расстоянию. Либо он пойдет самостоятельно покупать... Либо в интернет-магазине, либо пойдет покупать самостоятельно в центре обслуживания. Вот если он идет покупать самостоятельно, то вы сначала предлагаете ему каталог посмотреть. Опять со своей страницы все это предлагаете. Если он вдруг задумает без вас зарегистрироваться, он зарегистрируется под вас опять же. Вот. И если он зайдет в интернет-магазин, он зайдет в интернет-магазин ваш. И опять же оформит регистрацию под вас. То есть здесь все так построено, что все, что с вашей страницы, все регистрируется и все покупается под вас. Вот таким образом вы ему предлагаете, даете ссылку на интернет-магазин. Да, ну вот здесь вот, да, здесь каталоги, прайс-листы. Все это можно почитать, посмотреть. Каждый каталог это PDF-каталог. То есть здесь мы щелкнем. Вот высветится такая менюшка. Грузится. Зум находится. Плюс, минус, больше, меньше. Мы на максимум сделаем. Прогрузилась. Здесь можно так же вот здесь вот скачать, распечатать. Страницу. Это... А, вот, повернуть. Поворачивать не будем. Провернуть можно, покрутить, посмотреть поближе, подальше, как захочется. Так же можно... Это мы по здоровью, да? Нет, это красота. А, это красота была. Вот теперь по здоровью смотрим. То же самое. Грузится. Есть. Приблизить на максимум. То есть в этом плане очень удобно. Тут вот. Ну, это уже обзор каталога сам пошел. Это уже совсем другая история. Так что вот как-то так. Так же есть прайс-лист, можно скачать, посмотреть. Да, здесь PDF нет, только... А, не, есть. Есть, здесь есть все. Значит, на чем мы остановились? Вы своим близким первым делом рассказываете, почему вам приглянулась эта компания, какие продукты вам понравились, что вы их собираетесь заказать, вы даете своим и сообщаете, что вы пойдете за заказом в какие-то ближайшие дни, даете посмотреть каталог, и в зависимости от того, что вам человек пишет, вы уже, как говорится, ну, он посмотрел каталог и говорит, да, действительно, мне там нужны вот это, и вот это, и вот это, и вы уже договариваетесь с ним, когда вы ему приносите заказ. Либо он вас спрашивает, а где это купить, а как это купить? Я вот хочу так и так. Вы ему говорите, что вы можете сходить самостоятельно в центр обслуживания, либо вы можете заказать эту продукцию через интернет-магазин. Вот, и даете ему ссылку на регистрацию. Кем он хочет быть? Консультантом. Обязательно не жадничайте консультанта. Почему? Потому что человек, который получает очень хорошую скидку, это 25%, во-первых, он вам приведет еще больше клиентов, еще больше консультантов. Во-вторых, он вам будет очень благодарен за то, что вы позволили ему сэкономить деньги, потому что, когда человек, допустим, платит большие деньги за свои заказы, он берет хорошие заказы на большие суммы, и потом он от кого-то узнает, что можно, оказывается, экономить, этот человек просто может от вас уйти. Поэтому вот я лично всех своих клиентов, когда человек делает хорошие заказы, большие, я ему сразу говорю, все, идем в консультанта. Зачем? Нет, не буду. Я говорю, нет, я говорю, будешь, только продавать ничего не надо, потому что вы экономите свои деньги. У вас что, деньги лишние? Говорит, нет, не лишние. Говорит, ну вот. Поэтому, консультанты, не жальничайте, вы будете иметь хорошие обороты, это вам будет приносить хорошую прибыль. То есть, этот человек вам будет делать обороты, за которые вы будете получать премии. Вот. И он будет именно вас рекомендовать всем своим клиентам и в дальнейшем, и консультантам. То есть, он будет говорить, вот, как в моем случае происходит. То есть, я работаю, я людям и подарки собираю, и консультанта оформляю, и в конце концов, мне просто звонит и говорит, слушай, у меня тут есть человек, он хочет сделать заказ. Вот. И я говорю, ну, хорошо, давай сюда своего человека, сейчас мы с ним все обсудим. Вот. Вот в таком вот плане. То есть, вас начнут уже рекомендовать. И вы знаете, это очень приятно. А когда вы приносите их к какому-то празднику заказы, еще красиво оформляете эти заказы, и человек вам хочет ответить какой-то взаимностью, он вам дарит там шоколадку, коробку конфет, может быть, какое-то полотенчик. Вы знаете, это в разы приятнее. Пусть это недорогой подарок, он дешевый, но это знак внимания, знак того, что вы человеку приятны, и что он готов с вами сотрудничать и дальше. Вот. Теперь, что касается, где купить. Вот. Видите, у нас здесь есть такая, такой раздел, где купить. И сейчас вам высветится карта. Вот давайте посмотрим Новосибирск. Вот посмотрим, сколько у нас в Новосибирске центров обслуживания. Так. Вводим ОК. То есть, вот смотрите. Вот у нас есть центр обслуживания Кольцового. Так. Берск два центра обслуживания. И сам Новосибирск у нас здесь пять центров обслуживания. То есть, вот в данном случае вы должны выбрать свой центр обслуживания, куда вы будете приходить, где вы будете проходить обучение, где вы будете проходить, посещать мастер-классы. То есть, вот видите, вот если мы нажмем на... Вот на этот центр обслуживания, мы на это яблочко, на эту капельку нажали, и у нас здесь высветилось номер телефона, номер, вот это номер ЦОКа, это у нас адрес ЦОКа, со скольких, до скольких он работает, и нам пишут, что это частное представительство. Частное представительство это владелец, какой-то консультант этого представительства. И вот у нас, вот эти вот капельки, они бывают двух видов, такого, даже не знаю, зеленоватого цвета, и вот еще сиреневый. Вот сиреневый, это у нас корпоративные представительства, представительства от компании. Здесь у нас, вот опять же, режим, вот видите, ЦОК клиентов в населенном пункте. Так, адрес, это номер ЦОКа, это адрес ЦОКа, здесь номер телефона, режим работы, вот два числа каждого месяца, учет, учет, корпоративные представительства. Вы знаете, вот в корпоративных представительствах первые, первое и второе числа, число, это, скажем так, у них учет, то есть они переводят товары в акции, то есть они подбивают все результаты работы за прошлый месяц, то есть у них вот такое вот, это во всех корпоративных представительствах. Когда я первый раз с этим столкнулась, мне было немножечко как-то не по себе, но потом я к этому привыкла. А в частных представительствах там часы работы по-разному, там уже сами хозяева, они распоряжаются этим временем. Вот. Но частные, вернее, корпоративные представительства, они, как правило, лучше снабжаются продуктом, лучше. Но, вот в моем случае, я обслуживаюсь в частном представительстве, там очень богатые владельцы, и, вы знаете, у них очень хорошее обслуживание, то есть и снабжение у них тоже просто замечательно. Есть соки, где снабжение не очень хорошее, даже порой бывает и под заказ, то есть вы приходите, сначала заказываете, и только потом вам привозят. Вот. То есть, когда вам человек откуда-то пишет, что я хочу приобретать, вы можете вот занести, вбить на карту название населенного пункта, где он живет, и вы уже можете посмотреть, есть ли там соки, на каком расстоянии. То есть, обсудить с ним множество важных проблем, связанных с его обслуживанием именно в соке. Вот. Вот таким вот образом. Так, теперь... Здесь мы... Значит, здесь мы с вами все посмотрели. Вот. Все посмотрели. Самое главное, самое главное, мы с вами увидели. То есть, в сервисах мы с вами увидели... Вот я еще раз. Сервисы. Реферальные ссылки. Создание реферальных ссылок. Вот. Это запоминайте, потому что вы будете пользоваться этими ссылками. То есть, вы эти ссылки будете отправлять своим потенциальным клиентам и консультантам. С помощью этих ссылок вы будете человека информировать. И еще очень важно. Когда ссылку отправляете, обязательно ее нужно подписать. Что это за ссылка? Чтобы человек... Я прямо вот ссылка и потом пишу. Ссылка на интернет-магазин. Ссылка на такой-то продукт. Ссылка на онлайн-регистрацию в консультанты. Ссылка на онлайн-регистрацию в привилегированные клиенты. То есть, вот это вот все, все должно обязательно подписываться. Вот. Не лениться и подписывать. Обязательно. Иначе просто люди не будут открывать. Да. Иначе человек не откроет, он пройдет. Мало того, люди боятся открывать ссылки, потому что у нас уже с Димой был такой случай. Мы открываем ссылку, хотели какую-то информацию посмотреть важную. А там, простите, оказался... Он плохой оказался. Да. Очень плохой. Да. То есть, там оказался вирус. Поэтому все ссылки нужно обязательно подписывать. Так. Ну, опять же, здесь вот смотрите, вот у нас мы в соцсетях. Вот Сибвалио ТВ. Сейчас мы еще разочек это откроем и посмотрим, как оно у нас здесь это все. Так. Продукция. Ну, опять вот вводим все нужную нам страну. Ну, вот, показываем. Вот. И здесь... Здесь у нас все видео. Все видео. Здесь вот мы смотрим. То есть, можно человеку отправить ссылку на любое из этих видео, чтобы человек посмотрел это видео. То есть, чтобы он удостоверился, что да, действительно, этот продукт ему нужен. То есть, вы с помощью вот этих ссылок, с помощью всех вот этих бизнес-инструментов, которые есть на сайте, вы подтверждаете человеку, что это действительно качественная продукция. Вы знаете, это действительно качественная продукция, и за нее, ну, за нее не приходится краснеть. Вот просто это... Теперь, значит, что касается сайта, мы с вами это все рассмотрели. Теперь, с сайта мы уходим. Я зайду в YouTube. Я захожу к себе в YouTube. Для чего нам нужен YouTube-канал? Как только вы... Вот видите, у меня вот уже 57. Вот недавно было 56 подписчиков, сейчас вот уже 57 подписчиков. Они растут. С количеством просмотров они растут. Как только вы заказали свой первый продукт, как только вы принесли его домой, я вам советую взять камеру и снять видео. Какое видео? Какого плана должно быть это видео? Во-первых, каталог должен быть. Вы не открывайте этот продукт. Откройте этот продукт во время съемки, чтобы вас кто-то снял, а вы бы об этом продукте рассказали. Люди очень любят, когда вы это открываете. И вы должны рассказать в этом своем видео, то есть я вам как бы диктую такой план. Я познакомилась с сибирским здоровьем там-то. Мне оно понравилось, сибирское здоровье, по таким-то причинам. И вот я зарегистрировалась. Кем вы зарегистрировались? Консультантом, привилегированным клиентом. Что мне дала эта регистрация? Эта регистрация мне дала скидку 25%. Я, то есть, собираюсь развивать свой бизнес. И вот я сделала свой первый заказ. То есть я вам хвастаюсь своим первым заказом. Вот я купила то-то, то-то и то-то. Показываете вот эти баночки. Вы открываете эти баночки. И, скажем, допустим, это крем для рук. Вот я руки свои помыла. И наносите этот крем. И вы должны обязательно рассказать состав этого крема, название этого крема. Вы должны его нанести на руку и рассказать свои ощущения. Это запах. Это что вы чувствуете? Насколько он, какая у него консистенция? Насколько он быстро впитывается? Какие ощущения после того, когда впитался этот крем? То есть вот эти вот все свои ощущения вы должны передать на видео. И вы понимаете, это ваши личные ощущения. И вы должны их передать как можно сочнее, как можно убедительнее. И должны сказать, что вот здесь, вот под этим видео, есть PDF-каталог, под этим видео есть интернет-магазин, где вы можете приобрести этот самый продукт. Вот. И еще один момент. Когда в соцсетях, в группах, об этом мы тоже будем разговаривать, обязательно будем разговаривать, вы пишете об этом продукте, но вы не называете его. А вот человек вас спрашивает, а что это за продукт, что это за крем такой, вот вы им пользуетесь, вы им так довольны, что это такое, где его купить. Вы с человеком договариваетесь пообщаться в личке, потому что не вздумайте ссылку посылать в группе, иначе выкинут из группы. Выкинут. Даже за простые умные слова из группы. Не то, что они не выкидывают, они этот комментарий этот просто удаляют. Это я потом расскажу. Сейчас вот после этого. У меня уже такой случай был. То есть, вы с человеком, значит, во-первых, он приходит к вам в друзья. Это раз. Вы его приглашаете в свою группу. Это два. Вы ему даете ссылку на свой YouTube канал именно с этим продуктом. Это три. То есть, вам нужно, что вам нужно? Вам нужна группа, вам нужен YouTube канал, вам нужны свои страницы, и когда вы с человеком знакомитесь, вам нужна та платформа, куда этот человек у вас будет попадать, там, где вся ваша информация. Вся ваша информация – это в группе со всеми продуктами сибирского здоровья, с вашими видео, и это ваш YouTube канал, там, где вы все там рассказываете, вы преподносите программы, вы преподносите обзоры каталогов, вы там выкладываете все свои эмоции, все свои знания, всю себя вы выкладываете туда, и туда человек у вас падает. Вот на эту мягкую подушку и в большинстве случаев люди регистрируются, они просматривают. Опять же, когда вы в YouTube канале размещаете свое видео, нужно прописывать, что нужно прописывать, когда размещаешь видео. А, что нужно прописывать? Ну, конечно, заголовок в первую очередь. Заголовок, ну и там, там целая инструкция нужна. Там целая инструкция. Вот в пяти словах просто не расскажешь. Вот, то есть я так понимаю, что у нас будет еще одно обучение уже по поводу YouTube канала. Значит, у нас следующее обучение будут по поводу, что писать в соцсетях, как писать в соцсетях, что писать в группе. Следующее обучение, значит, второе обучение, как в соцсетях работать в группах. Третье обучение будет, как нам в YouTube оформлять наши видео. Так, ну, пока вот только два. Потом дальше уже решим, что я вам еще расскажу. Это сейчас, вот как говорится, вот сейчас мы вот заканчиваем на этом, на этом заканчиваем. Так, что... Пару слов еще. Да, давай. По поводу YouTube. Итак, такой вопрос прозвучал, как же его оформлять? Вот у меня есть, у нас есть в подписчиках такой Роман Остапов. Вот мы щелкаем на него. Кто это такой? Это человек, который занимается копирайтингом. Что такое копирайтинг? Это заголовки, как их составлять и все, что с этим связано. Тоже советую подписаться. Будете получать информацию. Откуда он вообще взялся? Почему я на него подписался? Потому что это непосредственно человек, который работает с Артемом Нестеренко. Кто такой Артем Нестеренко? Артем Нестеренко – это законодатель проекта MBM. MBM – это мультибренд маркетинг. Это новая школа онлайн-предпринимателей. От него, в принципе, вот мы, не я, а мы, мы с Татьяной взяли всю информацию, что касается Ютуба, что касается всех соцсетей. Это Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Итак, Артем Нестеренко. То есть, чтобы быть на гребне волны, так сказать, моды, вот он, секрет успеха Артема Нестеренко. Вот это тот самый. Я часто его вебинары слушаю. И меня заставляют слушать. И ее заставляют слушать, потому что он реально очень актуальной информации дает. Как себя вести, что вести, что писать. Вот здесь вот, здесь такое видео, новое поколение предпринимателей, онлайн-предпринимателей. Вот он законодатель. Да, кстати, надо к нему подписаться. Вот у него 25 тысяч подписчиков, вот, появился. Секрет успеха. То есть, иными словами... А, тут у нас, значит, еще один есть. Вот Радислав Гандабас. Сегодня речь заходила о таком бизнес-тренере. Кто это такой? Это Радислав Гандабас, оратор по ораторскому мастерству, то есть специалист по ораторскому мастерству и искусству. И он рассказывает, как говорить на большие арены, сцены и так далее. Да и вообще общаться с людьми. И вообще. Как давать ответы, как разговаривать и в какой форме давать человеку правильный ответ. Да, именно так. Сейчас я вот вам озвучил трех бизнес-тренеров, которые я непосредственно просматриваю, независимо от того, от времени и так далее. То есть захотелось послушать, я включаю, начинаю слушать. Они всегда свой видеоконтент обновляют. И это очень приятно. То есть всегда... Очень приятно и полезно. Это очень полезно. Очень полезно. Во всяком случае, мозги... Просто, знаете, когда есть очень-очень много знаний, потому что различных обучений мы прослушали от разных компаний много. Еще когда сибирское здоровье, оно, скажем так, в интернете, ну, совсем-совсем слабенько было. То есть не было ни интернет-магазина. Мы уже искали, каким способом можно развиваться в интернете, потому что это реально удобно. Вы делаете обучение тогда, когда вам удобно. Человек просматривает обучение тогда, когда ему удобно. И когда у вас вы уже поработали и в центре обслуживания поработали, вы поработали и... То есть и мастер-классы делали, и уже презентации проводили. И... То есть, понимаете, уже накопилась масса опыта, и в голове образуется такая своего рода каша. И ты уже не знаешь, как это... В какой последовательности. вот эти бизнес-тренеры, они буквально мозги раскладывают по полочкам. То есть, ты уже четко начинаешь понимать, что тебе надо, где ты должен быть и что ты должен делать для того, чтобы у тебя начали появляться люди, у тебя начали появляться заказы, и начали... То есть, началось вот такое вот хорошее продвижение и... продвижение и... Рост. Да, и рост. Вот. Вот таким вот образом вот эти вот все бизнес-тренеры на последнем... в Питере, в Питере на бизнес-сессии там приглашала... компания приглашала Гандабаса специально выступать перед нашей аудиторией. То есть, это был как гвоздь программы Гандабас. Вот. То есть, вы его здесь имеете возможность послушать целиком и полностью все его... все его лекции. Вообще, очень-очень полезно. Во всяком случае, он нас очень много чему научил. Вот. Но в процессе обучения сегодня уже на сегодня, я думаю, хватит. Мы с вами будем об этом, обо всем разговаривать, обязательно я вас посвящу во все вот эти нюансы, что мы делали, как мы делали. Вот, когда буду рассказывать конкретно про соцсети, это, я думаю, случится завтра. Завтра я вам пришлю еще одно видео. Вот. Так что, в принципе, что еще? Подытожу это все дело. То есть, секрет успеха Роман Астапов, Радислав Гандабас. Ну, конечно, это еще не предел, потому что, например, у Артема Миссиренко там целая команда в этом направлении работает, и Роман Астапов это только один из этой команды, их много. Так вот, это все бизнес-треники непосредственно по бизнесу. Если мы рассматриваем по продукту, бизнес как продукт, то это, конечно, надо обращаться непосредственно в компанию. То есть, это вебинары по бизнесу. Кстати, вот вебинар, где, вот смотрите, я забыла вам рассказать про вебинары. Вот видите, мы... Так, это, кстати, вот чуть-чуть ведь не забыла. Так, вот у нас вебинары по бизнесу, вебинары по продукту. вот по бизнесу как-то вот оно не очень. А вот вебинары по продукту то, что надо. Вебинары по продукту. Вот, теперь смотрите, они у нас есть онлайн, а есть в записи. Вот, то есть, все эти вебинары так завершен, посмотреть запись. Вот, Экспиральто. Экспиральто Платинум обзор линейки. Визажист-косметолог Светлана Немирова. То есть, допустим, мы сюда щелкаем все вот эти раньше, раньше, скажем, еще года два назад, на паузу нажми. Во, тихо, 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 блин, нажала же на паузу. Вот, все. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, все, нажала на паузу. Вот, Раньше, еще года два назад, буквально таких вебинаров, которые можно посмотреть, не выходя из дома, их не было. И я вебинары ездила смотреть в центр обслуживания. Сейчас это стало просто шикарно. То есть обзоры делают опытные визажисты, опытные врачи, эксперты по продукту. То есть вот это все можно посмотреть, не выходя из дома и набраться того самого опыта. То есть вы можете таким образом и язык наработать. То есть вы будете знать, о чем рассказывать. То есть я вот сейчас это все закрою, чтобы вы знали. То есть вы заходите в вебинары, вот видите вебинары, щелкайте на них. И у вас вот высвечиваются вот эти вот, причем здесь видите, вот и вторая, да, страницы. Их здесь достаточно много. То есть практически по каждому продукту вы можете просмотреть вебинары. И я думаю, дать, наверное, можно будет посмотреть и другим людям. Нет, нельзя. Это только людям, которые зарегистрированы. Вот, это вот видите. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад, конечно, новой встрече. На ползнашке. На встрече с вами уже на этих вебинарах. Так, это конференция профилактика сезонных проблем. Лето с БАД и ПАМ. То есть вот человек будет рассказывать о ПРО и ПАМе. Вот, это Казначеев, профессор, академик. Академик. Да, академик ЗСО. Не знаю, как это расшифровывается. Вот, значит, вот смотрите, смотрите вебинары. Вот, это очень полезно. То есть на сайте, на сайте есть практически все для обучения и, то есть не выходя из дома. Если нет возможности куда-то пойти, то послушать, посмотреть, попробовать, то вот это все можно просмотреть, не выходя из дома. Ну, а попробовать, вы покупаете продукт, вы его, во-первых, вы его снимаете, ведете съемку, выкладываете это все в YouTube для того, чтобы рассказать людям о своих новинках. То есть вы учитесь рассказывать и в то же время рассказываете, показываете людям, что вот вы купили то-то и то-то, вы это распечатываете, им это все это нравится, свои эмоции, свои впечатления, нравится, не нравится. Вот, вот все в таком духе. Вот, а на этом я с вами прощаюсь. Вот, и я думаю до завтра, теперь уже до следующего, до следующего обучения.